Добрый день! Эхо недели в эфире Ориен ТВ в студии Татьяна Ленкова. И сегодня гость нашей студии, шеф-редактор радиостанции Эхо Москвы в Оренбурге и Уфе даже, Максим Корников. Добрый вечер. Добрый вечер. И вначале, перед тем, как поговорить об уходящей неделе, небольшая информация о нашем госте. Максим Корников, шеф-редактор радиостанции Эхо Москвы в Оренбурге, автор и ведущий авторских программ на радио и телевидении, в том числе исторических, является автором статей программы фильмов, изучал лингвистику и межкультурную коммуникацию в Оренбургском государственном педагогическом университете. Образование Максима – его выбор. Главным в людях считает уважение к людям. Самая сложная работа – написание статьи для Радио Свобода о голоде в 20-х годах в Оренбургской области. С недавнего времени работает шеф-редактором Эхо Москвы в Уфе. И я напоминаю, это программа Эхо недели, и с Максимом Корниковым говорим мы об уходящих днях. Максим, на твой взгляд, какое из событий ты бы назвал главным за те дни, которые мы прожили? Если говорить только об Оренбурге, Оренбургской области, то, наверное, на этой неделе самые интересные события происходили в городском совете. Там сразу несколько историй было, которые связаны с этим заседанием и с тем, что там меняется, по сути дела, руководитель этого органа. Шевченко уезжает в Москву, в Совет Федерации. И то, что там произошел конфликт главы города и депутатов, ну, если это можно называть конфликтом, кто-то называет это просто рабочим таким моментом. Я думаю, что, естественно, продолжение истории с убийством полицейского и поисками этих подозреваемых, и часть из них вот даже сдалась, конечно, это тоже очень важно. Наверное, в принципе, неделю не сказать, чтобы была какая-то там особенная, чтобы что-то произошло такое, если говорить только об Оренбурге, Оренбургской области. Ну, я, когда готовлю программу итоговую неделю, то иногда бывает достаточно скудно. Мне кажется, эта неделя, она все-таки богата на события. Ну, может быть. Ну, и в первую очередь, да, конечно, я с тобой соглашусь, что это заседание Горсовета и все вот эти вот... Я бы даже не назвала, может быть, это скандалами, но какие-то стычки определенные, да, возникали. И прежде всего это касается счетной палаты. Вы в своем эфире это обсуждали, обсуждали, насколько я понимаю, не раз и с депутатами законодательного собрания, да, и с экспертами. И мы включали, самое главное, записи этих разговоров. Какие интересные версии звучали, да? Для зрителей мы напомним, что речь, наверное, в большей степени идет о выборе председателя счетной комиссии. Там дело в том, что глава города Евгений Арапов выдвинул своего кандидата, Андрей Шевченко еще будучи председателем городского совета выдвинул своего, и депутаты не проголосовали ни за того, ни за другого. Наверное, интрига как раз была в том, что, судя по тем событиям, которые развернулись, это было сюрпризом для Евгения Арапова, что, оказывается, фракция «Единой России» в городском совете решила не голосовать за кандидатуру, предложенную им. Как выяснилось, ему это никто не сообщил, при этом всем депутатам об этом сообщили. И все депутаты знали, как голосовать. То есть, перед голосованием им напомнили, что голосуем по фракционному решению. И, наверное, это задело Евгений Сергеевич, потому что он напомнил всем присутствующим, во-первых, о том, что он вообще-то был лидером списка «Единой России», во-вторых, он вообще-то в этой партии состоит с 2000 какого-то года, а в-третьих, он вообще-то глава города, и как бы странно, что от него эту информацию утаили. На что ему было отвечено, что произошло недоразумение, и просто какой-то новый сотрудник аппарата городского совета просто не знал, что ему нужно было передать эту информацию, ну или там забыл передать. Ты в это сам веришь в то, что могло произойти просто недоразумение? Может быть, какой-то умысел? Я бы не стал оценивать даже, насколько это так или не так. Мне кажется, что просто сам факт произошедшего говорит о том, что есть какая-то неполадка в коммуникациях, давайте скажем так, между аппаратом главы города и аппаратом городского совета. То есть, ну мы же понимаем, что они находятся в одном здании, как минимум, они находятся в одном здании. И то, что неважно по какой причине, намеренно ли, или по какой-то другой причине технической, эта информация не дошла до него, говорит о том, что, наверное, что-то в их взаимоотношениях не так, как раньше. Потому что обязательно стоит напомнить, что хотя Евгений Сергеевич говорил, я глава города, подразумевая, что я же как бы вот человек, который избран на эту должность, я просто напомню, что именно этот самый городской совет и выбирал его главой города. Не мы с вами его выбирали главой города, потому что мы с вами этого права лишены, потому что, видимо, недостойны. А именно городской совет его наделял этим полномочиями. И, видимо, городской совет захотел ему об этом напомнить. Таким образом. Не знаю. Но таким образом, в любом случае, неважно, передали или не передали, но то, что не проголосовали за его кандидатуру, таким образом, конечно, ему напомнили о том, что он все-таки человек, который избирался ими. Ну, или там не избирался ими, выбирался вообще губернатором, да, там, советом, в который его представители входили. Но, по крайней мере, утверждался ими. И в этом смысле, наверное, надо сказать, что, точнее, там, совместной комиссией, да, если быть точным. И в этом смысле, конечно, это знаковое событие, потому что это первый такой публичный спор городского совета и главы города за последние, наверное, несколько месяцев. А может быть, даже я не ошибусь, если скажу, что несколько лет. Ну, вот я не припомню, например, когда у нас, да, главой города был Юрий Николаевич Мещеряков. К нему можно по-разному относиться, но... Однозначно были такие случаи. И как раз, мне кажется, это говорит о силе того или иного избранного руководителя. Я напоминаю, что еще буквально, там, три года назад, может быть, я сейчас не назову точную дату, но то же самое произошло с Юрием Мещеряковым, когда он, по сути дела, был низложен как раз тоже, там, группой депутатов, которая объединилась, которая никого не, там, не посчитала нужно поставить в известность, и в итоге проголосовала не так, как нужно было Юрию Мещерякову. Именно после этого казалось, что все, его политическая карьера закончилась. Знаете, тут неожиданно он так появился на выборах в Государственную Думу. Ну, для кого-то неожиданно, для кого-то ожидаемо, но в целом неожиданно скорее. Так вот, возвращаясь, опять же, к этому вопросу, наверное, это нормальная ситуация, когда есть какая-то борьба. Ненормально, что мы на это так реагируем, да, что ух ты, оказывается такое бывает. Ну да, все информационные ленты это выдали как какой-то нонсенс, который... Да, а на самом деле это действительно, в общем, такая работа, которая должна быть. Если так будет дальше продолжать работать городской совет, если он дальше будет публично обсуждать вопросы, то это, конечно, на пользу пойдет всем нам. Но, тем не менее, именно этот состав, да, городсовета, его первым заседанием называют, ну, самым лояльным. Если в прошлом мы помним, там был, да, Максим Щепинов, который иногда что-то говорил, возможно, по делу, то этот состав... Да, если верить просто вот науке, да, если верить теории... Я сам иногда это говорю вслух, как бы цитируя ученых, и сам иногда не верю, но, тем не менее, вот как раз этот случай подтверждает теорию о том, что какие бы ни были декоративные институты, демократические, которые мы видим, да, какие бы ни были марионеточными, рано или поздно, вдруг, когда наступают на интересы людей, которые там представлены... То есть это их личные, собственные интересы были задеты? По-разному. Мы сейчас об этой теории отдельно поговорим. Но как только вдруг люди понимают, что, ух ты, а у нас ведь есть механизм, и мы можем попробовать пободаться, вдруг эти механизмы начинают работать. И в этом, наверное, и прелесть демократических систем, в этом и прелесть демократических процедур, что даже когда авторитарные режимы пытаются изображать демократию, рано или поздно кто-то начинает этими демократическими институтами пользоваться. То есть это, ты считаешь, определенный какой-то положительный знак или определенный сдвиг в этом есть? Нет. Это, мне кажется, как раз доказательство того, что какие бы ни были декоративными те или иные органы, вдруг они иногда исполняют свою функцию. Ну, мы знаем, что вдруг ничего не происходит, в принципе. Ну, да, мы можем гадать, почему это произошло. Есть несколько теорий по этому поводу. Мне кажется, довольно реалистичная история о том, что под вопросом оказалось выделение денег на наказы избирателей. Вообще, это очень такой странный институт, эти самые наказы избирателей. Странная какая-то вещь. Почему? Потому что, на самом деле, мало где она осталась. Это, в общем, попахивает подкупом избирателя, на самом деле. И, мне кажется, по факту ей и является. Конечно, по закону нет. То есть наказы вообще в принципе? Наказы избирателей, вот эта процедура, когда у депутата есть какое-то количество денег, которое он может потратить в своем округе из бюджета. Вот это что-то неправильное, на самом деле. Какое-то крепостничество, какое-то средневековье. Какое-то вот чем-то попахивает очень неправильным и несовременным расходованием средств. Так вот, депутаты очень любят эти наказы. Почему? Потому что у них, по сути, действительно есть рычаг. По-разному, в разные годы он оценивается. В несколько миллионов рублей обычно это оценивается. Когда он может выделить 300 тысяч на ремонт какой-то детской площадки. 400 тысяч там еще на что-то. То есть реально из бюджета может взять деньги для того, чтобы потом прийти избиратель и сказать, это я сделал. Хотя, на самом деле, это, конечно, сделал не он. Это сделал бюджет. И он к этому имеет очень-очень непосредованное отношение. Тем не менее, у людей создается впечатление, о, наш депутат работает. А что он на самом деле? Может быть, он в это время голосует за то, чтобы у вас у всех отобрать льготы. Может быть, он в это самое время голосует за то, чтобы отобрать молочную кухню у детей. Сделать ее там плотно. Что, в принципе, и было практически сделано. Что, в принципе, так и было. Но зато это позволяет депутату выглядеть таким рыцарем. Вот я прихожу к вам, и я, видите, я из бюджета вам выбил. Хотя, на самом деле, ничего он не выбил. Это так и работает. Но депутаты, понятное дело, это любят. В этом году ситуация экономическая такая, что не факт, что найдутся деньги на такие депутатские хотелки. И, конечно, депутатов эта история не очень устраивает. Поэтому, я так думаю, действительно, именно этот вопрос может быть таким камнем преткновения, каким-то непониманием между главой города и депутатами городского совета. То есть, он хочет по-другому распределять деньги, а они хотят распределять их лично. А как ты считаешь, чем могла все-таки не устроить Евгения Арапова кандидатуру к Орецкой, то есть, бывшего председателя счетной комиссии? Я вот тут вряд ли смогу что-то экспертно сказать. Я не так хорошо знаю взаимоотношения счетной палаты Оренбурга и администрации города. Но там, тем не менее, прозвучала же версия, да, что она не озвучивала проверки самого городского совета. Нет, не то, что не озвучивала, не проводила якобы. На что было опровергнуто на этом же заседании городского совета. Я думаю, что, опять же, мы привыкли оценивать эти институты как неработающие или слабоработающие. Чаще всего мы это делаем, потому что у нас действительно мало информации. И плюс ко всему, ну, они правда сами дают поводы так думать. Но, тем не менее, любые такие институты, они так или иначе действительно раздражают. То есть, прокуратура действительно раздражает областную власть. Прокуратура действительно напрягает городскую власть. А вот что такое вот эта счетная палата? Это маленькая финансовая городская прокуратура, которая проверяет все расходы администрации города. И неважно, хороший ты, плохой, друг, не друг, рано или поздно у тебя настаёт момент, когда ты видишь, ага, вот это было там сделано либо по ошибке, либо по умыслу неправильно. И ты обязан это заявить. Понятно, что человек, который там работает довольно долго, и человек, который назначался не главой города, понятно, он главу города будет раздражать. Мнение понятно. Спасибо. Продолжим после небольшой рекламы. Это программа «Эхо недели». Мы продолжаем программу «Эхо недели». И сегодня мы общаемся с Максимом Корниковым, шеф-редактором радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге. Максим, мы продолжаем обсуждать то, что происходило на этой неделе в нашем городском совете. По крайней мере, ты назвал эту тему главным информационным событием последних дней. Но хотелось бы посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. На этой неделе у вас в эфире был Олег Димов, депутат и... Заместитель председателя законодательного собрания. Заместитель, да, председатель законодательного собрания и член «Единой России». Как он смотрит на эту ситуацию? То есть, по сути, ведь конфликт носит политический характер в том числе, а может быть и прежде всего. Мне трудно, я, конечно, не предсекретарь Олега Димова и не Олег Димов, чтобы прямо так сказать, как он смотрит на эту ситуацию. Но он просто обязан на нее реагировать по той причине, что руководитель «Единой России» по региону Игорь Сухарев теперь стал депутатом Государственной Думы и сейчас, конечно, больше времени проводит в Москве, особенно в первые дни работы Государственной Думы. Поэтому фактически исполняет обязанности руководителя «Единой России» в регионе как раз Олег Димов. Олег Димов, в общем, тоже назвал эту ситуацию скорее ненормальной. Это значит, он сказал, что нормально, что возникают споры в городском совете. Он посчитал ненормальным, что однопартийцы друг друга не проинформировали. Не согласовали. Не согласовали между собой какие-то вещи. И сказал, что по этому поводу будет разбирательство. Но, вы знаете, если как раз, опять же, опираться на то, что говорил Олег Димов, мы с ним обсуждали тему, в принципе, законодательных органов власти, почему им сейчас не так доверяют, почему вообще мало на них обращают внимания. И он говорит, наверное, это во многом потому, что нас смотреть неинтересно, потому что у нас все споры проходят с закрытыми дверями, а людям же хочется вот такого экшена. Того, что они получили на этой неделе. И то, что он, может быть, говорит с некоторой негативной оценкой, что, ну, типа, ну, зачем людям вот эти споры публичные, мы лучше там поспорим за дверями. Я-то как раз, наоборот, воспринимаю с позитивной оценкой. Потому что любой публичный спор помогает принять решение, которое нравится большинству или которое там задевает, там, затрагивает в негативном смысле интересы там меньшинства. То есть, чем больше какая-то проблема обсуждается публично, тем больше вероятность, что ее решение удовлетворит большее количество людей. И в этом смысле, мне кажется, что он тоже понимает, что такие истории, они привлекают внимание к тому же городскому совету. И, может быть, это не так плохо. Но это дискредитирует, скорее, Единую Россию или все-таки показывает то, что там в этой, да, одной большой партии могут быть разные точки зрения? Мне кажется, что дискредитировать Единую Россию очень сложно. И, с одной стороны, потому что она большая, сильная партия, которая, ну, по-настоящему, наверное, да, партия большинства. А с другой стороны, ее трудно дискредитировать, потому что, ну, столько грязных историй было с Единой Россией у нас в регионе, а уж там по стране, так это вообще, что какой-то спор в городском совете ее вряд ли дискредитируют. То есть он не отразится? Мне кажется, нет. На партийной составляющей нет. Ну, большой резонанс на этой неделе получили еще, кстати, мы об этом не сказали. Камеры, исчезнувшие с моста на Беловке, когда там рекламой зарисовали мост, а потом выяснилось, что камеры эти сняли во время визита Путина, там, в целях обеспечить какую-то дополнительную безопасность. Я так или иначе так рассказал, что там на городском совете было сразу несколько историй, связанных с разными аспектами нашей жизни. Ну, вот это как раз говорит, наверное, о значимости, опять же, этого органа, который мы часто очень недооцениваем. А там действительно была озвучена информация руководителям полиции по Оренбургу, Оренбургскому району, если я правильно понимаю, о том, что мы не смогли, как они не смогли зафиксировать людей, которые зарисовали мост, потому что эти камеры были перенесены на другие, более важные в этот момент объекты, там, где был, видимо, президент. Это, конечно, такая, немножко приоткрывает завесу тайны на тем, как работают специальные службы, как работает полиция в таких ситуациях, о том, что, оказывается, действительно все силы бросаются на это, да, и в этот момент в другом конце города может происходить все, что угодно, и никто не сможет ничего сделать, никто не сможет отреагировать. Это во многом, конечно, вот это как раз дискредитирует эту самую систему «Безопасный город», по-моему, она называется, которая там, нам говорили, что весь город, он утыкан камерами, и мы вот сможем увидеть, где что, потому что там выяснилось, что часть камер была снята, а часть камер не работает. И это меня пугает даже не меньше, да, что они, оказывается, вообще не работают. И параллель такую я проведу с тем, что как раз говорил Евгений Арапов, когда ему говорили, ну, мы же вас приглашали там на фракцию, «Единая Россия», он говорит, да, но фракция была в тот момент, когда приезжал президент, когда приезжали федеральные министры, и я, конечно, был с ними в этот момент. Это нам говорит о том, что когда приезжают какие-то федеральные органы власти, муниципальные органы власти, кстати говоря, которые по закону, по конституции, не зависят от федеральных и от региональных властей, по идее, да, бросают все и работают только на то, чтобы встречать этих высоких гостей. Эта ситуация, она же с одной стороны вполне объяснима, когда к нам приезжает какой-то домой большой гость, да, собирается всерывственники дальние, близкие, бросают свои дела. Да, но это обнажает, к сожалению, другие проблемы. Все правильно, и я с этим согласен, и, конечно, вместо главы города было с министрами решать вопросы. Абсолютно точно. Но оказалось, что он не может никого даже отправить вместо себя на это заседание, да, так, чтобы ему рассказали, что там произошло, что там вообще проголосовали против твоего решения, а ты об этом и не знаешь, и приходишь на горсовет, и выглядишь потом, ну, в общем, да, не в самой сильной позиции. Вы не интересовались, не спрашивали, камеру-то сейчас вернули? Нет, не спрашивали, но я надеюсь, что вернули, потому что вчера, я знаю, об этой новости говорили, в том числе на федеральном уровне. И на этой неделе еще достаточно много внимания было уделено федеральной теме, это Чечня, да, и ситуация, которая сложилась с Федором Емельяненко, который позволил себе критиковать участие детей в боях, и потом, возможно, за это, возможно, не за это пострадала его дочь. Вот меня интересует твое мнение в данной ситуации как журналист. Почему столько внимания, да, ты в своей деятельности, мы об этом говорим в начале, в справке, уделяешь все-таки именно этой темы? Я бы все-таки, во-первых, когда мы говорим о Чечне, пока прямую параллель с нападением на дочь Емельяненко не проводил, хотя, на самом деле, она, конечно, напрашивается, потому что то количество раз, когда окружение Рамзана Кадырова устраивало травлю кого-то, и потом у этого человека возникали очень большие проблемы, уже зафиксировано, то есть зафиксировано, да, не обязательно какому-то лидеру, не обязательно должен быть Рамзан Кадыров, это может быть какой-то другой большой руководитель, указывать непосредственно, так, вот ты иди и такого-то человека там побей, убей или все что угодно, да, просто создается такой информационный фон, который указывает, этот человек не угоден. И тогда находится человек, может быть, как это принято говорить, с неустойчивой психикой, или может быть человек, который очень хочет выслужиться, который идет и совершает преступление против человека, против которого развязана эта самая травля. К сожалению, это происходило не один раз уже, и мне кажется, что случай с Емельяненко, он отличается, наверное, тем, что Емельяненко никогда не позволял себе оппозиционных каких-то высказываний против Единой России, против Владимира Путина. Я напомню, что Емельяненко сам был кандидатом от Единой России, вот я не знаю, он в итоге заседал там в законодательном собрании региона, в котором он шел на выборы или нет. Но, тем не менее, он встречался с президентом несколько раз, да, президент выходил на ринг и поздравлял его с победами. И это, то есть, оказывается, что даже человек, который абсолютно встроен в систему, который даже любимчик системы, он этой системой не защищен вообще. И это, конечно, очень важный сигнал для всех губернаторов, для всех вице-губернаторов, для глав города, что если им кажется, что они сегодня вот на коне, то найдется какой-нибудь лидер какой-нибудь республики, которому просто не понравится то, что вы сказали. Не говоря уже о простых людях, тут вообще как бы, да, даже разговора нет. Просто может в любом городе, в Оренбурге, в Владивостоке, где угодно, не понравится то, что вы сказали, придут к вам, придут к вашим детям и сделают все, что хотят, и власть вас не защитит. К сожалению, вот что самое страшное сейчас в этой ситуации. Ну, именно поэтому, видимо, у тебя часто звучит фраза, что Чечня, да, она недалеко, она везде. Послушайте, я тут, в общем, с формальной точки зрения подхожу к вопросу даже, да. Чечня – это часть Российской Федерации. Она такой же регион, как Оренбургская область. По идее, по закону. Сейчас все регионы равны. Вы знаете, даже когда я разговаривал с руководителями, в том числе, да, регионов, окружения, там, когда встречаются все губернаторы, главы республик и даже президент Татарстана, единственный президент, да, кроме Путина, который остался в стране, к ним всем обращаются губернаторы. Они все равны. Подчеркивается вот эта равность республик и областей. Но по факту мы видим то, что видим. Я за соблюдение закона. И только. Ну вот то, что у нас, допустим, да, сняли камеры с моста и отправили их там куда-то в другое место, то, что у нас город остался там буквально без контроля, да. Есть ли в этом признаки вот этой вот системности, в том числе той, о которой ты говоришь, Оль, в Чечне? Ох, не знаю. У меня эти вещи так в одну какую-то картинку не складываются. Меня тут скорее беспокоит другое, потому что камеры, камерами, да, понятно, что мы просто не такой богатый регион, который может позволить себе оборудовать все необходимые места камерами. В отличие от того же Татарстана, например, да, который весь вот икон этими камерами, просто вот вдоль и поперек. Мы, к сожалению, вот такой вот, да, не очень богатый в этом смысле регион. Много зарабатывающий, но очень богатый. Ну и, кстати, да, сразу вспоминается момент, когда камеры у нас перед выборами были отправлены в Самарскую область. Ну, это вообще отдельная тема. Нет, другая параллель, безусловно, да, но тем не менее. Меня это вообще пугает, потому что не только камеры, не только камеры, но даже КАИБы, да, эти самые комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые позволяют максимально чистый результат получить на конкретно взятом участке, и вот он не пропускает сразу много бюллетеней, он сразу же выдает результат, сохраняет его на флешку. Там очень трудно подделать протокол каким-то образом. То есть практически невозможно подделать протокол. Я просто это говорю со знанием дела, потому что сам был членом участковой избирательной комиссии и даже вот учился на оператора этого самого КАИБа. Так вот, их у нас просто все увезли. И в этом смысле, конечно, очень обидно Зарембургскую область. Ну, объяснение, да, прости, перебила, объяснение достаточно внятное прозвучало, вроде как у вас здесь более-менее спокойно, и эти там несколько камер вас не спасут. И поэтому они уехали в Самару. В принципе, здесь тоже на бульваре все более-менее спокойно, и эти камеры бы не спасли, вот мало ли что там с президентом. Может быть и так. Однако же это подрывает доверие, да, к выборам. И самое главное, мы же понимаем, что для власти выборы это тоже очень важный момент. Мне кажется, заблуждение думать, что выборы для них абсолютно неинтересная вещь, что они заранее все знают. Знаете, очень хорошая шутка на эту тему была, что даже если бы Единая Россия получала 100%, они бы все равно рисовали результаты те, которые получились на выборах, да, просто потому что так положено. У нас остается мало времени. Да, да, я вот как раз закончу эту мысль. Для власти это очень важный соцопрос, для власти это очень важно понимать, им очень важно получить четкую картинку, а на самом деле вот в этом регионе что люди думают о властях, о своей жизни и так далее. Поэтому в каких-то регионах было сосредоточено это внимание федерального центра. В Оренбургской области этого внимания не было сосредоточено. И вот тут каждый пускай делает вывод сам, что это означает. И сам думает, что для кого важно. Да. Это была Эхо недели. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok